Вы стали старше, работали музыкальным руководителем ансамбля «Тоника» в Беларуси под руководством будущего очень известного белорусского певца Виктора Вуячича, покойного ныне. И там, я знаю, на гитаре играл молодой Владимир Мулявин. Нет, не там. Немножко неправильная, так сказать, информация. Я работал в государственной филармонии белорусской 1964 года. А Мулявин пришел ко мне в коллектив. Тогда коллектив был без названия. Тогда, так сказать, не практиковались названия. Чуть попозже стали появляться какие-то названия коллектива. Тогда у нас был просто трио инструментальное. И гитарист, который был москвич, он уехал просто в Москву, и я остался без гитариста. И руководство филармонии предложило мне, говорит, появился новый гитарист у нас. Тут хочет работать, он приехал с женой. А жена, интересная у него была очень профессия, художественный свист. Художественный свист. Свистела? Да, свистела. Там мэква. Но я одним словом говорю, давайте мы послушаем, посмотрим, что за человек. Приходит парень, кучерявый такой весь, странный такой, на мой взгляд. Откуда он приехал? Он из Екатеринбурга, из Свердловска. Вот как раз вчера на концерте, я об этом говорил, зал взорвался аплодисментами. Не будучи белорусом, приехал, такой ансамбль создал. Да, он пришел ко мне где-то в 66-м году. Год примерно работал у меня, потом он создал коллектив. Они назывались сначала Лявоны. И они поехали на первый конкурс, эстрадный конкурс, который проводился в Цирком Союзе, в Театре Эстрады. Они выступили там и поразили все жюри, и им присудили первое место. И вот с тех пор они, после этого они приехали в Минске и уже назывались Песнярами. Ну, конечно, замечательный человек, замечательный музыкант. Мы все это время дружили. И воспоминания о нем всегда в моей памяти останутся на всю жизнь. Выдающийся человек, абсолютно русский человек, пел на белорусском языке. И как? Поднял искусство национальной песни до просто всесоюзного масштаба и даже международного масштаба. Конечно, он очень много сделал, что касается песни в Беларуси. Очень много.